Выехать бы из России и прожить бы жизнь в какой-нибудь другой стране цивилизованной С финансами, с деньгами 17 864 Возможные переговоры Вы нас очередной раз кинули Кое раздули там, господи Когда выбирали сама Порошенко По причине временной оккупации Первое, второе, там, я не знаю, 22-е Я вам задал простой вопрос Луганска Че-то я не припомню, чтоб фашисты Ну, ты что, покурил только что, кстати Начнешь, да-да-да-да-ди за рекой, успокойся И че, мы хотим забрать свое Привет Привет Соцопрос провожу, будешь участвовать? Да Хотел бы ты, если у тебя была бы возможность Финансовая, документальная, вообще все было Хорошо, без проблем, выехать бы из России И прожить бы жизнь в какой-нибудь другой стране цивилизованной С финансами, с деньгами Не знаю Ну, подумай, вот тебе такой вопрос Да, и почему, нет, и почему Ну, типа Аргументы интересны Не просто, да или нет Я так понимаю, мне смотрят несколько тысяч человек 17 864 А, ну бывает Ну, пусть смотрят Вопросы есть к вам Я вас слушаю Теоретически Можем ли мы с вами предположить Возможные переговоры Между Россией и Украиной? Меня интересуют Возможные ваши требования Нет-нет-нет-нет Вопрос не в требованиях Никаких переговоров не будет Уже переговоры были Вы нас очередной раз кинули Как с Минскими И как Вот в 20-ом году Вы нас кинули В Турции смысл А какие у вас требования Ну, переговоры Это когда Переговоры самым отступили с гучи с этого такое раздули там господи вы знаете я сам с волгограда у нас есть волгоградский керамический завод там унитазы делают от вашего не тоже нам явно не интересно какие требования как вы думаете могли бы быть у россии азовым вы как вы понимаете по простому вот простым языком какие какие требования у россии к украине что вы от нас хоть кому легко смотрите когда выбирали сама порошенко днр вернее не так на тот момент этого не было донецкая и лук донецк и луганск в этих выборах участвовал мы типа либо и задаем друг другу вопросы либо вы мне говорите требования какие-то нет его требования вот вы сами говорите про требования а вот когда были выборы порошенко 1 5 часть украина участвовала выборах или нет но вы заканчиваете мысли если я отвечаю вам я могу долго отвечать участвовали не в луганске выборов президента не было не были проведены в луганске выборы президента тогда на тот момент когда был выбран порошенко не прошу хорошо но они не производились по поводу выборов там не было потому что их невозможно было провести по причине временной оккупации что логично то есть временно оккупированной территории подразумевает невозможность проведения секунду секунду в каком году были выборы порошенко в четырнадцатом оккупация была кем российской федерации хоть одно доказательство приведите вы не смотрели ранние стримы луганского там где он с методичками это все рассказывал кому он это все рассказывал вы же видели эти видео зачем повторять по десятому кругу мнение нет нет зачем вы вы не мне вы свои аудитория понимаете давайте начнем назад какие требования у русских к украине что вы от нас хотите можете объяснить простым языком ну типа смотрите короче украинцы мы от вас хотим первое второе там не знаю 22 по пунктам ну что самое главное что самое первое второе третье что самое важное вы его вас еще какие требования все все я понял это самое то что я сейчас буду говорить в обучении сейчас не горит что эта сказка я от вас хотел бы их выслушать а другое дело что я буду отвечать это уже отдельно хорошо давайте а скажите вот это видео на весь мир когда такой пятилетний пацанинок российский флаг топчет в четырадцатом году это бревня вы можете требования предъявить 3 предъявите их а потом мы с вами обсудим их возможно я с ними соглашусь а возможно нет в зависимости от того чего вы от нас хотите я вам задал простой вопрос не надо лишний лирику я вам задал простой вопрос когда четырнадцатом году на майдане пацанинок пяти лет топтал российский флаг и это нормально нормально сам топтал российские флаги и не раз нормально конечно такого ну тогда какие вопросы дальше вот за это с вас пошли спросить мы не топчем вы хотите чтобы мы не топтали в российские флаги за что или что вот конкретно ты конкретно за что-то творческий флаг за оккупацию моего родного города какого луганска хоть одно доказательство приведение штаммы и российские войска понятно и все по кругу то есть требований нет ну что такого сложного я спрашиваю подожди но не перебиваю на подожди смотри что сложного и такого спросил говорю какие у вас к нам требования чего вы конкретно от нас хотите первый пункт 2 3 4 5 6 какие пункты чего вы от нас хотите успокойся новой пункт один давай пункт был всего один чтобы вы не трогай не надо носить и ногти не не стрижешь они грязные ног и быстрее жены не переживай там грязный там траурная полоска человеку что зачем вы этих людей начали что что еще раз что что еще раз спрашивал зачем русских людей вы начали где кто зачем ну как где кто кто-то не склуганская украина донбасс часть донбасса это украина часть донбасса кстати это россия вы в курсе что у вас тоже есть часть донбасса в российской федерации а если мы говорим про луганскую донецкой украины и сама много говоришь смотри смотри азовсталь кто хозяин ты имеешь на кто владелец да handle владелец ахметов насколько я понимаю метр мой друг он русский или укринес к вам ну украине с татарского происхождения насколько я понимаю а то бишь и сама украинцы российского происхождения и канаю до украинцев российского приложения смысле не канают ну их много они тоже есть украинцы российского происхождения что я тебе задаю еще раз вопрос давай когда выбирали порошенко луганск и донецка выборах не участвовал потом он пенсии отключили дата отключили все отключение потому что по согласно женевской конвенции за оккупированной территории отвечает оккупант в том числе и за социальные выплаты в том числе за социальные пособия за медицину серьезно конечно серьезно ты знаешь и сам я когда в институте учился вот на кого-то у меня было неважно у меня была тема у меня была тема по истории самое на вторую мировую войну вот что-то я не припомню что фашисты какой-то там бери референдум проводили как это фашисты проводили в ты имеешь ввиду гитлеровскую германию а оккупация а референдум в судетах разве это не то же самое как референдум в крыму ты же историк смысле я не историку мне просто была такая тема по у мне был предмет истории серьезно о чем разница между оккупацией и в последующей там аннексии и референдумом в суде так разница разница в том она всего лишь просто что ты сейчас сидишь разговариваешь они в деревянном сарае сидишь и тебе сама вот в чем разница судьи ты были оккупированы при помощи референдума в том числе и подготовленный я понял так я у тебя смотри я не вообще я я у тебя просто задал себе вопрос просто спросил какие у вас у русских требования к украинцам ладно подожди может быть мы их выполнили же например ну подставьте давай давай сделаем проще давай сделаем проще сейчас и самое говори немного вот у тебя перед студийный микрофон стресс зубом сидела у тебя под рукой телефон есть ну ты только что покурил только что кстати ну телефон есть что что должен загуглить что я не буду еще гуглить не 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 расскажи такими елка с такими как вы общались я нервничаю поэтому курю много смотри не нервничаю смотри у тебя же стрима идет правильно да вот теперь давай сама покажи мне на телефоне как ведь самая украинцы ко мне относятся если они ко мне все хорошо пусть розовые сердечки украинцы к тебе относятся крайне плохо крайне очень я знаю я но этом уже есть причины согласись причины назови не причин война агрессивные действия со стороны российской федерации оккупация конечно же война что это разве не причина а скажите мне вы в украине сидите я да а чё будет сама не в подвале если мы такие изверги тыл и не тыл есть вообще торонто украинская а чё чем рощу а чё куда-то российские украины верни футу господи когда ты чё за и кота начнешь ты-то ты-то и ракеты не достаю российские ракеты не достают на закарпатье уверен тут конечно да то бишь ты сидишь в закарпатье правильно а куда не достают украинские ракеты в москву от беспилотники прилетели и чё как ты к этому относишься это нормально нормально это война как ты думаешь как так вышло если ты говори и давай еще раз секундочку ты мне не готов ответить про требования то есть их сформулировать не можешь я правильно понимаю тогда мы перейдем следующей теме вот смотри смотри я рядовой гражданин федерации я откуда за требование своего правительства как ты их понимаешь сам вот ты внутри себя у тебя есть какие-то требования к украине да а так я понимаю в легко на самом деле конечно все что до днепра это ваша после днепра и там делать что хотите я сейчас попробую упростить твою мысль чтобы она была более понятна вы хотите оккупировать земли украины под днепр чтобы государственная граница была под ним и правильно мы хотим забрать свое это чисто мое мнение то есть ваша задача оккупация вас 2 снесут земли нет 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 нас земли не интересуют нас интересуют люди это вас интересуют землю а киев а а чё киев разделяется тут левый берег там право тут асокарки но пусть киев останется у вас это ваше личное дело а толтава где это не знаю не вникал тебя это мало интересует много а зачем вам эта земля что вы с ней будете делать ничего жить строить но ведь смотри вот вы оккупировали бахмут но по сути в результате боевых действий вы его и уничтожили зачем вам эта земля теперь но это хуже чем хиросима и нагасаки но в плане в хиросиме сейчас хотя бы люди живут и там не все здания были уничтожены вы знаете бомбардировки хотя это страшная трагедия страшнейшая но просто вы превратили в лунный пейзаж марс ну просто луна вот ну нет ни зданий ни дорог ничего зачем вам эта земля зачем вам этот город бахмут что вы с ним собираетесь делать зачем он тебе нужен это было просто соприкосновение россии и украины вернее россии и украины которых наняли чтобы они там воевали ну так хорошо вы его теперь контролируете и зачем он тебе нужен этот город бахмут там жили люди здесь нет теперь там нет ни одного здания не дома не вам просто показали вам просто показали кто сильнее это раз а вот скажите что вы скажете по мою по мариуполю подожди вы уничтожили в том числе и морю я же спрашиваю а зачем вам эти разрушенные города делать я вас спрашиваю про мариуполь что вы думаете по поводу мариуполе но я думаю то же самое что и люди думают по поводу мариуполе поводу тебя одно и то же только злость практически где-то приблизительно около 100 тысяч мирных жителей погибло вы разрушили мариуполь а вот теперь смотрите вот мой сосед сейчас в мариуполе на погрузчике работает там мариуполе сам восстанавливать дома строит через и сама три недели я туда поеду конечно а ты когда свой дом восстановишь до уровня хотя бы того как было до военной мариуполе выглядел посмотри как у тебя сзади выглядит все но это же капец ты поедешь строить там города что это у тебя так это дача у меня дача с газом представляешь это выглядит ужасно посмотри на свою трубу и на эту пенку которая у тебя вот пресса там торчит из стены ну а ты поедешь нам строить вот в мариуполе дома вот так вот мне и себе дачу построил него нам я пойду строить нам а вы будете смотреть из-за днепра и просто нервничать ну не начинается цель ваша только оккупация других то есть по идее тогда получается мы с вами никак не можем договориться потому что ну как бы вы хотите оккупировать наши земли а мы конечно же против и все вариантов нет для переговора у меня к вам такой вопрос а скажите а почему когда мы допустим оккупанта зачем нам украинцы бегут на нашу землю украинцы бегут от войны туда куда им можно где нет войны украинцы бегут и используют на сегодняшний день российскую российскую федерацию как транзитную территорию для того чтобы потом выехать европейский союз так и кстати что хотел спросить давай я вычислилась подготовлю ты не кричи громко у тебя микрофон где где еще раз повторить почему вы считаете нас фашистами потому что вы есть фашисты по сути ты читал 14 признаков фашизма ну так вы полностью подходите вы перечислите пожалуйста я не буду перечислять признаков фашизма кстати наверняка на сегодняшний день эти признаки фашизма которые раньше были применимы ну типа можно было бы их использовать для определения фашистских государств сегодня они немножко даже устарели там используется профсоюзы религия церковь которые сегодня не играют такую роль у тебя микрофон отключился микрофон у тебя отключился не кричи я тебе отвечаю на твой вопрос но некоторые признаки фашизма некоторые признаки фашизма устарели основные нет и если по простому по рабочий крестьянский тебе объяснить то вы как фашу как пучок вокруг стержня великого лидера вашего сплотились все как один в борьбе с внешним миром потому что на вас напал сегодня весь окружающий вас мир все страны недружелюбно к вам относятся сплотимся все как один в фашу в пучок фашу это есть объединение пучок вы сегодня выступаете как один единственный кулак для того чтобы внешней агрессии дать решительный отпор и тем самым вы оправдываете свое агрессивное поведение и соответственно падение и оккупацию соседнего государства территории среднего государства в чем сегодня заключается новый вид фашизма расшизм но слова рожка то есть вы есть расшисты фашизм нового вида у вас и символика есть и из властика своей есть и сессовцы свои есть и все признаки все то что было присуще там на cheese там предыдущего предыдущего непонятно все предыдущая войны было все присуще абсолютно сегодня точно такие же признаки все сходится почему почему не фашисты не расшист и самый настоящий нацизм шовинизм Рашизм процветает Ну как есть, вот оно, ну как, по сути Доктор, с чего вы решили, что у меня воспаление легких? Так вот же, рентген Вот анализы, вот у вас воспаление легких Вот соя Ну так и что теперь? Что, как бы, ну потому что все признаки Налицо, вот такой диагноз Распишитесь, хотите антибиотики принимайте Не хотите, как бы, умрете Подумаешь? Я думаю, что России антибиотики никто предлагать не будет Умрет Ой, шволочь сидит какая-то Я, кажется, шура шволочь А? Какая? Люганская Беструсая команда Трусеря нашли? Привезут, привезут тебе подштанники Привезут, жди Дед, я тобой мог бы закрыть Если бы ты не ушел Все варене, Инга Чего ж так убежал-то? Как украинские блогеры Пугают в чат рулетки всех Даже От меня ни одного слова не услышал Тут же обосрался и убежал Новости ваши читаю Удивляюсь Какие? А что читаете? Смотрите, есть Решение суда Девушка вышла с плакатом Фашизм не пройдет А ее признали виновной В дискредитации действий Российской армии Это как? Я объясню Наверное, она что-то еще кричала Ничего не кричала Вот, смотрите, вот есть у меня Постановление суда, видите? Ну, фотография Да, возможно Она для наглядной агитации Имела Демонстрировала средства Наглядной агитации А именно Плакат с текстом Фашизм не пройдет Ну, понятно Ну, понятно, что она имела в виду Поэтому ее арестовали Она имела в виду Фашизм не пройдет А за что же ее арестовали? В смысле, пройдет фашизм? Нет, она имела в виду Наверное, российскую власть Она же у нас была, правильно? Поподробнее Это очень сложно понять Если на улице кричат Эй, ты То я никогда не оборачиваюсь, например Или там Слышь, ты там Ну, никогда не смотришь Думаешь, не меня ли это зовут? Явно же не меня Почему же задержали именно ее С плакатом фашизм не пройдет? Ну, смотрите, я думаю, что Если бы она стояла возле украинского посольства С этим плакатом Ее бы не задержали Во-первых, давайте Где она стояла? Где она стояла? Москва, Пушкинская площадь, дом 1 Ну, понятно, понятно, да А, в Москве, значит, фашизм пройдет Нет, конечно, не пройдет Поподробнее объяснить Я вот запутался Я пытаюсь понять Мне действительно интересно Девушка вышла С плакатом фашизм не пройдет Ее арестовали И как бы она дискредитирует тем самым российскую власть Объясните, я не понимаю Я не могу объяснить Я объясню, почему Потому что я не знаю подробностей Мы с вами не знаем, что она сказала полицейским Возможно, она дополнительно выкрикала лозунги Нет, в этом ничего А про это ничего не сказано в решении суда Мы же можем с вами читать решение суда Там ничего про это не сказано Давайте по решению суда не будем Действия были какие Когда был следственный какой-то Как это по решениям суда не будем Когда решение суда именем Российской Федерации Здесь написано Смотрите Правонарушение совершено При следующих обстоятельствах В 14 часов 50 минут По адресу Москва Пушкинская площадь, дом 1 Кречетово, АВ Находясь в общественном месте Привлекая внимание неограниченного круга лиц А также средств массовой информации 20.03 А также На средств массовой информации Блогер Имела при себе И демонстрировала средства Наглядной агитации А именно Плакат с текстом Фашизм не пройдет Ну понятно, все Я понял, я знаю Я там был Я просто сам живу в Москве Я знаю, о чем говорить 20 число Это как раз день рождения моей жены Это куда мы не могли пройти На Пушкинской площади Потому что там собрались Я объясню почему Можно я выскажу Между прочим, обратите внимание Что я ни одного слова матом не сказал В отличие от вас Правильно? Ну, ускоряйте мысли Ускоряйте мысли Это долго Ускоряйте мысли Это очень интересно Выслушать вас Я объясню Там собрались люди Про эту девушку конкретно мне поясните Непосредственно про нее Слушайте, давайте не будем выдергивать из контекста В смысле? Я говорю не контекст А я говорю решение суда Именем Российской Федерации Девушка осуждена За то, что у нее в руках был плакат Фашизм не пройдет Из какого контекста Что можно еще вырвать? А очень просто Какой контекст? Скажите, пожалуйста Очень просто 20 числа Мы с супругой В ее день рождения Поехали в ресторан И на Пушкинской площади Куда мы любим ходить В ресторан, в пиццерию Мы не смогли пройти Потому что там была куча украинских флагов Украинских флагов Люди вышли в поддержку Там 20 человек А вы не смогли пройти Потому что на целой Пушкинской площади Было 20 человек Нет Потому что они К счастью к нашему Они не ходили по проезжей части Как они обычно делают А ходили по тротуарам Люди ездили На самокатах Человек на Пушкинской площади Я лично только видел Подождите Вы же конкретный вопрос задали По поводу этой девушки Да-да А сейчас вы цепляетесь По поводу Сколько их там было Да сколько бы не было Да если она была бы одна Если бы была одна К ней подошли бы Скорее Во-первых Одиночный пикет У нас не запрещен Одиночный пикет Не запрещен Она была не одна А Их было много Которые говорили Что фашизм не пройдет Они не просто Нет Не говорили много А На плакатах написала Что не так с плакатом Объясните Я не понимаю Что не так с плакатом Фашизм не пройдет Ну типа А если бы она написала Фашизм пройдет То это типа было бы Ну как бы норм Что надо написать было на плакате Чтобы поддержать Россию Я объясню Фашизм не пройдет Или фашизм пройдет Если эта девушка Находилась в группе товарищей А давайте будем Говорить о том Как она окрашивала себя Как говорил ваш Кличко Если человек себя окрасит Коричневый цвет Или там как Она была бы одна Она бы нафиг Никому не была нужна А Она стояла с людьми Ага Которые дискредитируют Российскую армию Дискредитируют Российскую армию Плакатом фашизм не пройдет Потому что фашиста пройдет Я просто не понимаю Какую плакат Она могла бы держать Если бы она Например поддерживала Действия Российской армии С фашизмом Очень просто Когда российского солдата Они выкрикивают лозунги Называют фашистом Соответственно Ее забирают Не за плакат Подождите Там если бы Было бы постановление суда Написано Что она выкрикивала лозунги Называла Российских солдат фашистами Но нет Ее задержали Именно за смысл Плаката У нас нет Подождите Наверняка И уголовные Подождите Вы решили Суда лично по ней Да Лично по ней Лично по ней Я понял вас Я вас понял Там идет привязка Стопудово Там она была задержана Не одна А То есть она не одна А группа людей Хорошо А вот если Группа людей Вышла например Там что-то там С какой-то целью А она например Вышла против И как сказать Поддержать Российскую армию Она хотела бы Написать плакат Про фашизм Ну что фашизм Это плохо Что нужно было бы Ей написать Чтобы явно было понятно Что она например Поддерживает Путина Ну что мол Фашизм это хорошо Или фашизм пройдет Что нужно было бы Ей написать Чтобы ее явно Не задержали Вот она Да я хочу Остудить фашизм Я объясню Все то же самое Что вы сейчас Человек сидящий Вы же на Украине Или в Украине Как правильно Ну рассказывайте 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 Ну вот Ну вы сейчас выйдете Хорошо Давайте так Вот вышла она одна И вы возмущаетесь Ну хорошо Окей Ну вы сейчас выйдете На улицу Я спросил Вас простой вопрос Что бы ей Нужно было бы Написать на плакате Про фашизм Что бы ее Не задержали Его нужно В России сейчас Осуждать Или наоборот Поддерживать Я не понимаю Я объясню Если бы она вышла Одна С этим требованием Ее бы никто Не задержал Аааа Вот так Ну конечно А когда потом тебя Понял Я понял Вы же понимаете О чем речь Понимаю Знаете Один стоит Я объясню Когда двое воруют Один стоит на шокере Вроде как Тот на шокере Он же не ворует Да Понял А если написать Например Нет войне Плакат Можно с таким Плакатом Без проблем Без проблем Миру мир Да Миру мир Вообще классно Хороший плакат Конечно Миру мир Это вообще Знаете Я правда Не знаю Как к этому На Украине Отнесутся К миру мир А кстати По поводу Миру мир У меня еще К вам есть Один вопрос Такое же Точное решение Такое же Точное решение Суда Смотрите Вот еще одно Решение Можно теперь Я вам задам Такое же Точное решение Вы объясните А потом зададите Я вам отвечу Нет У нас либо Монолог Либо диалог Но я же вам Задаю вопрос Такое же Точное Вы мне бы объяснили В том числе Я просто не понимаю Вы же на мой вопрос Не ответили Правильно А теперь Вы ответьте На мой вопрос Ну давайте Ну хорошо Задержали ее Что ей грозит Не пятили тюрьмы Ну аштрафуют ее А давайте так Вы сейчас Вы в каком городе Находитесь Вы с какой целью Интересуетесь Я объясню Я просто хочу Вы из почты А? Вы не из почты Почта России Имеется Я вас спрашиваю Это была ссылка К мультику Но как бы это не важно Я понял Давайте так Вы сейчас Ну ради эксперимента Напишите Миру мир Миру мир Не будем Знаете по поводу Фашизма Я понимаю Что на Украине Это тема острая Просто Миру мир И выйти на улицу И с мобильным телефоном Главную камеру Включите Что еще У вас какой-то еще был вопрос Я так понял Ваш вопрос Все я понял Я отвечу вам Без проблем Смотрите Только что Происходили митинги В городе Славутич Который В который сейчас зашли Ваши войска Так Да Ну ваши войска В людей Которые выходят А ваши Наши войска В людей Которые выходят на митинг Где В каком городе В 8 лет стреляли Я понял У меня отдельный вопрос Смотрите есть Довольно серьезного характера Такой же точно Сегодня опубликовано Это вот информация От сегодняшнего дня Суд признал еще Вдобавок к тому Что фашизм Не пройдет Как бы лозунг Который на России Уже сегодня Нельзя выходить С такими плакатами Признал использование Буквы Z В слове Зло И фашизм Дискредитация Российских военных Можете пояснить В том числе Что это означает Так вот смотрите Я объясню Что это фейк Это фейк Это фейк Безусловно Это не так Есть ссылочка На решение суда В Свердловской области Слушайте Я объясню Это фейк Да как же Это фейк Когда вы открываете Решение суда В Свердловской области Реестр Ну и слушайте Я сейчас могу По Киевской области Такое решение Суда напечатать Найдите конечно Нет Напечатать можно Все что угодно Но ссылочку На решение суда Вы не найдете А здесь легко По поводу буквы Z Я объясню Вот смотрите Я ношу кроссовки New Balance На них буква N У нас уже в России Приколы ходят Буква Z У меня на кроссовках Я понял Что-то не арестовывает Никто Понял Скажите Поддерживаете ли вы Войну Или нет Войну Нет Войну Войну Нет А спецоперацию Да А чем отличается Спецоперация от войны Очень сильно Война Это когда Людей Мирное население Я объясню Можно я договорю А в Мариуполе И в Харькове Не дают мирное население Ну я объясню Можно Вы же не даете договорить Вы же спросили Требуете ответа И не даете договорить Война В моем понимании Это то что творила Американская армия В Ираке Война Это то что творила Грузия Именно Как в Осетии В Сенфале Когда мирное население Расстреливали Война Это в 41 году Когда пришел Пришли нацисты И они Не с армией воевали Они сжигали города Деревни Убивали людей Просто за то что Русские Нерусские Евреи Пофиг Цыган Кстати Скажите К вам пришли русские Они убивают За то что вы цыгане У вас же многонациональная страна У вас греки живут У вас живут Венгры Румыны Нет Не убивают Они бьют Исключительно По Войскам Складам И по расчетам СССР Но Есть одна проблема Есть одна проблема Есть одна проблема Это о чем говорил Рамзан Ахмадович Когда он предлагал Бойцам Азова Не в СУшникам Потому что там Ребята кстати Адекватные работают Работают Не служат Пацаны Ну выходите В Поль Вы видели Что происходит В Харькове И в Мариуполе Я объясню вам Устерли с лица земли Вы представляете Что сегодня происходит В Северодонецке Подождите В Мариуполе В Мариуполе Устерли с самолетов Бомбоубежище Как это будет по русски Бомбоубежище В котором находятся дети Дети Где написано дети Зачем вы это делаете Ну конечно Знаете Я скажу так У меня друзья Сейчас воют В ДНР С красными Повязаны Не с белыми А с красными У них Нет буквы Z Потому что Это милиция ДНР Они говорят так Сейчас знаешь В Мариуполе Выходят Боевики Знаете что делают У родителей Отбирают детей Вот эти вот Говорят Это все Неподтвержденная информация Ну понятно Слушайте Вашими самолетами Фугасными бомбами Я объясню Бомбоубежище В Мариуполе Понимаете Как объяснить Вы же не даете Мне объяснить Вы же не даете Мне объяснить Вы начинаете Меня перебивать Ну вот это вот Чатрулетка Она выглядит сегодня Именно вот так Это бесполезная затея Бесполезная Трата времени Разговаривать С русскими И что-то им пытаться Объяснить Это фашизм И нацизм В чистом виде Уничтожение Граждан Уничтожение Городов Стерли с лица земли Волноваху Стирают с лица земли Мариуполь В котором уничтожены Ну практически Все Все дома Все Жилые постройки И нежилые постройки Не важно Харьков В котором больше Тысячи домов Пострадало На сегодняшний день Стираются с лица земли При этом Это происходит Не потому что Путин Так Сказал Путин отдал Такой приказ Это происходит Потому Что Коллективный Путин Это поддерживает Это поддерживает Жители России Это поддерживают Русские люди Вот обыкновенные Совершенно случайные Собеседники Которые могут Улыбаться Смеяться Им все равно Чем Это можно Излечить Можно ли Какую-нибудь Придумать Таблеточку Какую-нибудь Или Придумать Там какую-то Я не знаю Пропаганду Которую бы им Показывать По телевизору Теперь вместо Того Что показывает им Сегодня Путин Показывать им Правду Бесполезная затея Это все Выжигается Каленым Железом Только так Никаких Других вариантов Нет Вот только тогда Когда русский народ Почувствует это На своей шкуре Когда поймет Когда поймет Что отвечать Придется за эти Преступления Всем вместе И каждым В отдельности Что и репарации И возможно Проблемы с продовольствием И проблемы С целым С жизнеобеспечением Страны Связаны с этими Решениями Тогда они будут За это отвечать Вот тогда Возможно Они поймут Когда В 46 В 45 В 46 Годах Например Союзники Американские Солдаты В том числе Заставляли Раскапывать Братские могилы Места массового Захоронения Людей Немцев Которые Жили В городах Возле которых Собственно Это все происходило И стариков И женщин Всех заставляли Это делать Да мы же не знали Что происходит Мы же Мы же Ни при чем При чем Вы все При чем И в России Тоже Коллективная Ответственность Россияне Поддерживают Это Тысячи Собеседников Сотни Собеседников Тысячи Если хотите Вы Пообеседуете С ними С случайными Собеседниками При помощи Сервиса Чатрулетка Поддерживают Россию Поддерживают Действия Путина Поддерживают Бомбардировку Мариуполя И Харькова Они хотят Этой войны Я про это говорил Много лет И в Чатрулетке Это можно было Проследить В течение Предыдущих Трех-четырех лет Очень даже легко Они хотят Этой войны Они желают Им это нравится Им нравится Воевать Они хотят Этого Но хотят войну Получат войну Какие у нас варианты Либо мы Либо они